От работы в школе больше 10 лет педагог Эльвира Науменко и не подозревала, что когда-нибудь будет учить младший классик не только красиво писать, но и быстро печатать. Уроки русского языка в партизанской школе стали выглядеть так сравнительно недавно, после покупки нетбуков. Маленький компьютер есть у каждого ученика. Педагоги в свою очередь стараются не переборщить с гаджетами, поэтому тетради и ручки здесь никто не отменял. У нас начальная школа, поэтому мы все-таки делаем упор на письмо в тетради, вы понимаете. А нетбук в данном случае, он для активности, для того, чтобы детям было разнообразие работы. Во-вторых, уже понимаете, что сейчас дети совсем другого поколения. Новое оборудование поступило во все школы партизанска в рамках программы модернизации образования. На эти цели край выделил 22 миллиона рублей. Денег хватило на нетбуки для школьников и учителей и на интерактивные доски. Про милу и тряпку здесь также можно забыть. Вся информация выводится нажатием одной клавиши. У каждого ученика, для каждого ребенка есть нетбук. И учитель может через свой компьютер общаться с каждым учеником. В общем-то, мы все довольны. И мы считаем, что наши школы укомплектованы полностью. Насколько хорошо укомплектованы школы партизанска, лично инспектирует вице-губернатор Ирина Василькова. Она встретилась с педагогами и ответила на все интересующие их вопросы, в том числе и о заработной плате. В прошлом году в рамках исполнения президентских указов она выросла в несколько раз. Теперь среднестатистический учитель получает 30-40 тысяч. И эта цифра будет только расти. Школам доведена субвенция. Субвенция учитывает возможность роста заработной платы. Поэтому в рамках доведенных денег уже это ответственность директора. С директором заключены эффективные контракты. И его заработная плата также зависит от средней заработной платы учителей. Поэтому он также заинтересован и в том, чтобы у него коллектив работал качественно и соответственно имел достойную оплату. Вице-губернатор подчеркнула, зарплата учителей теперь зависит не только от количества отработанных часов, но и от качества образования. А это значит, что стараться и работать над собой придется не только ученикам, но и их учителям.